День с толком Кочегары из Благовещенки наконец получили зарплату за ноябрь, но боятся, что очередную выплату придется забирать с боем В Барнаульском зоопарке неожиданное пополнение, в новогоднюю ночь родились поросята Журналисты края вышли из-за праздничного стола и встали за теннисный Не факт. Сотрудники предприятия Теплосервис рабочего поселка Благовещенка не уверены, что зарплату за декабрь получат вовремя Все потому, что заработанное за ноябрь им пришлось буквально выбивать Напомним, в декабре кочегары вынуждены были устроить своеобразную акцию протеста Они снижали температуру подачи отопления в жилые дома и учреждения Благовещенки Таким образом удалось добиться выплат К тому же зарплату, по словам Кочегаров, последние несколько месяцев им задерживали регулярно Сергей пояснил, что опасения возникли не на пустом месте По его словам, у предприятия не хватает средств даже на солярку и бензин для транспорта Если очередная зарплата не будет выплачена в срок, рабочие могут вновь начать тихую забастовку Понижать подачу тепла За неделю до нового года собственник предприятия говорил нам, что готов платить вовремя Но, если так же вовремя, он получит деньги от владельца теплосетей, муниципального предприятия Куда как раз и поступают деньги от населения за теплоснабжение Первый рабочий день и впереди целый год Многие сегодня шли на работу с легкой и нелегкой грустью После долгих праздничных выходных очень сложно вернуться в привычный рабочий режим Сложно рано засыпать и просыпаться, быть активным Не добавляют радости и лишней килограммы Как плавно вернуться к былой продуктивности, расскажет Полина Жданова Длинные выходные в перспективе – это апатия, нежелание возвращаться на работу Постоянно хочется спать, ритм жизни замедлен, серые офисные будни нагоняют тоску Психологи советуют, чтобы внести в новый рабочий год легкость и мотивацию, нужно сделать что-то новое Очень полезно было бы и всем пожелаю, чтобы каждый год что-то они меняли Даже в монотонной работе что-то одно в своей жизни меняли Там, не знаю, стиль одежды, возможно, необычные какие-то там на работе что-то необычное внесли Это поможет там по-другому относиться к работе Потому что если мы ждем чего-то, мы должны действовать Многие действуют кардинально, например, пытаются сбросить лишние килограммы от обильного и жирного новогоднего меню Для этого используются разные диеты, вплоть до голодания Диетологи предупреждают – это опасный способ расстаться с жиром Все нужно делать постепенно Нужно просто войти в режим правильного питания Основа – 4-5 приемов пищи Убираем жареное, сладкое, мучное, копченое Оставляем небольшое количество сложных углеводов, рис, бичко, макароны Кушаем яйца, рыба, творог, мясо Ну, вкратце, да? Вот, ну и сладкое, алкоголь, конечно, все это убираем Помимо этого, Новый год можно начать с посещения тренажерного зала Но чтобы занятия спортом принесли пользу, нужно иметь конкретную цель И не перегружать себя излишне Правильное питание и спорт, помимо хорошей фигуры, даст еще и заряд энергии И рабочие будни будут переноситься легче Однако многие любят стимулировать себя дополнительно большим количеством энергетиков или кофе Я не сторонник большого количества энергетиков Их сейчас очень много То есть те препараты, те напитки, не знаю, которые стимулируют ЦНС, центральную систему Как правило, имеют и обратную сторону То есть переозбуждение ЦНС, оно тоже, так скажем, очень негативно влияет на организм Поэтому появляется и плохой сон, да, и вследствие этого недовосстановления И опять плохое самочувствие Поэтому, конечно же, кофе можно, без проблем А на две чашки в день, то есть это норма, ничего страшного Ключевое правило смены режима – все хорошо в меру Не нужно перетруждать организм резко большим количеством работы и физической нагрузки Это доведет до срыва и отобьет желание что-либо делать вообще А еще лучше возвращаться в режим за 3-4 дня до выхода на работу И стараться соблюдать принципы здорового образа жизни и в праздничные выходные Полина Жданова, Илья Халяпин, День с толком Настоящий рождественский подарок получили жители села Малахова В канун главного православного праздника здесь торжественно осветили храм во имя пророка Ильи Его в кратчайшие сроки, меньше чем за год, возвела строительная компания «Союз» На открытии побывал Илья Кочетков Впервые почти за 100 лет над селом Малахова разносится колокольный звон До революции здесь был храм, но в 30-е годы был разрушен Возродить сельский церковный приход местные жители мечтали давно Но реальностью это стало лишь когда с инициативой выступила строительная компания «Союз» Появление же в принципе храма здесь, оно как бы соответствует нашей психологии Я имею в виду психологию Союза Мы говорим не только о работе, мы говорим о социальном согласии Православная церковь это одна из таких основ духовности нашего общества И поэтому решение такое было принято Проект храма во имя пророка Ильи выполнен в старинном псковском стиле, простом и выразительном Благодаря современным технологиям возвели его быстро, меньше чем за 8 месяцев Место выбрано не случайно, рядом с Домом культуры Его тоже недавно отремонтировали силами компании «Союз» Местные жители говорят, теперь их культурная жизнь станет по-настоящему полноценной Мы тоже проводим определенные праздники и Рождество Я думаю, что и Пасха, и Масленица, да, у нас все это происходит Я думаю, что это будет даже каким-то дополнением Что люди будут ходить не только на культурные мероприятия, но и посещать храм в эти дни С этого дня храм открыт для прихожан, но дополнительные работы, например, по благоустройству продлятся еще около года Местные жители заверили, что сами будут принимать в этом посильное участие Илья Кочетков, Андрей Печоркин, День с толком Пожертвовал здоровьем и машиной ради собаки В Бийске водитель врезался в столб, чтобы не сбить выбежавшего на дорогу пса Мужчина госпитализирован После выписки водителю предстоит еще и дорогостоящий ремонт корейского седана Который также серьезно пострадал А возможно, придется оплатить и замену электроопоры И хотя в соцсетях есть высказывания о том, что проще было сбить животное Большинство пользователей восхищаются поступком В Барнаульском зоопарке лесная сказка год начался с прибавления Вьетнамская вислобрюхая свинья Люся родила 8 поросят Пока барнаульцам не разрешают посмотреть на них вблизи, они еще совсем маленькие Для нашего телеканала в зоопарке сделали исключение Ну все, у меня тебе яблочки, а ты мне поросенка Моя хорошая, хороший поросенок, хорошая мамочка у нас Свинья с характером и рычанием львицы Как истинная мать, Люся защищает своих детей от любой опасности, даже если ее нет Малышам всего 9 дней Вьетнамская вислобрюхая свинка каждый год радует барнаульцев своим потомством В этом Люська всех удивила Родила 1 января, как бы продолжив год свиньи У нее был друг, получается, с осенью Мы их как посадили, как закончится летний сезон И мы просто не ожидали, что у них любовь будет настолько интересной И значимой, что у нас будут поросята Пока для поросят весь окружающий мир это мама Они очень активны, с хорошим аппетитом, но пока питаются только молоком матери В зоопарке говорят, что Люся успевает уделять внимание каждому ребенку, а их 8 С открытием сезона поросята переедут на мини-ферму Она находится на территории лесной сказки А пока вместе с мамой, которая в декрете, они будут набираться сил, чтобы в мае встретиться с гостями зоопарка Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком В Барнауле прошел традиционный кубок по настольному теннису среди журналистов Я с оператором Александром Антроповым побывал на нем, поговорил с игроками и выяснил, зачем они в последний новогодний выходной собрались за теннисным столом После застольного спорта – настольный В последний день новогодних выходных алтайские журналисты собрались биться за звание лучшего теннисиста Такое совсем уж локальное событие не пропустил даже министр спорта Я трепетно отношусь к спорту, а к настольному теннису я отношусь, наверное, требовательно, более требовательно Потому что хотелось бы все же, чтобы былые результаты вернулись наконец-то в Алтайский край именно в этом виде спорта В период 92-94 года мы попадали в пятерку команд, которые участвовали в Еврокубках Журналисты тоже этот спорт любят Например, сибирская медиагруппа предоставила нескольких мастеров ракетки Правда, корреспонденты телеканала «Толк» им компанию не составили Для того, чтобы по телеканалу «Толк» играл хоть кто-то, попросили меня Но сейчас Алексей Янкин, пресс-секретарь Минспорта, поможет показать качество моей игры С такими данными шансов нет Особенно, если в противниках ветераны журналистики из Алтайской правды В их редакции уже в советские годы теннисные столы соседствовали с письменными А к спортивному опыту шли тернистой тропой Я однажды так заигрался, включил чайник, забыл его выключить Вода выкипела, чайник загорелся, столик загорелся, чуть кабинет не сгорел Я потом полгода с меня зарплату высчитывал, за полкабинета сгорелся Кстати, журналисты Алтайской правды взяли все три медали в своей лиге Побывали на Кубке и федеральные коллеги Матч ТВ представлял наш земляк Михаил Миломед В Останкино говорит, есть с кем тренироваться У нас там серьезный чемпионат, три дивизиона, 30 человек играют постоянно как регулярный чемпионат Что это вообще за спорт такой, который дает тебе сил в последний официальный диванный день приходить сюда? У меня он просто не последний Даже те, у кого последний, говорят, идеальный спорт для выходных Травмоопасность низкая, а эмоций много И чем теннисный стол не праздничный? Андрей Дрир, Александр Антропов, День с толком Долгожданный подарок от нашей редакции готов В конце декабря наш коллектив записал песню совместно с барнаульским композитором Львом Шапира Это, кстати, уже традиция телеканала Где ноты не дотягивали, брали искренностью Смотрите, что получилось Радости мгновения слишком коротки Вспышки вдохновения, легкий взмах руки Эта сцена, этот зал, путь издалека В этот день, что нас связал с тобой наверняка На новый лад, все о том О простом, о чем мечтают люди мой Друг Ибрам, мы споем Ну а дальше будет то, что будет Надо просто жить Все, что мы задумали Проживем сполна Примет наши корабли Новая волна Это видела Земля Сотни тысяч раз Знаешь, что мир начать с нуля Можно хоть сейчас Ага Постом, о чем мечтают люди мой Друг Ибрам, мы споем Ну а дальше будет то, что будет Надо просто жить А этот день, он по-прежнему лучший Он от нас Никуда не уйдет На новый лад Все о том О простом, о чем мечтают люди мой Друг Ибрам, мы споем Ну а дальше будет то, что будет О простом, о чем мечтают люди мой Друг Ибрам, мы споем Ну а дальше будет то, что будет Надо просто жить Радости мгновения Слишком коротки А на этом у меня все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза Компания Валар До встречи Редактор субтитров А.Семкин